МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В жизни, по крайней мере, наверное, человеком 20-ти зимой 42-го года произошел случай. Был послан наш отряд в тыл врага. Идут тихо по лесу. И вдруг из-за угла появляется точно такой же отряд немцев. И они, неожиданно из-за порода, появились друг перед другом. Минутное замешательство. И наши вправо, в кюве туда вниз, а немцы влево, что это молча все. И вся тишина, и залегли все. А один немец, видно, заметался, такой толстый, он заметался и к нашим. Он в темноте перепугался все. И вдруг там слышится, Ганс, Ганс, Ганс. И вычет. Наши взяли этого Ганса и перекинули его через этот канал. И когда Ганс туда полетел, дело такое, получилось, что, видно, от страха, он в этой тишине громко пугнул. И когда он как жаба там упал, на голову этих, немцы грохнули все, и наши. Это был такой нервный смех, они смеялись в течение, ну, как он говорит, там трудно, ну, может, минуты. Хохотали, лежали и плакали. Потом постепенно начали смолкать все. Они стали возвращаться к тому, что происходит. Кто они все, кто они, каждый представляет. И не сговариваясь, наши тихонечко проползли и пошли дальше своей дороги. Они, ну-то, ни слов не говоря, выстрелились и пошли. Они посмеялись вместе минуту. Это все уже решило их отношения. Они после этого не могли стрелять. Почему сразу не представились? Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам. Ну и как? Проверили? Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Проверил, товарищ полковник.